Всем привет! В эфире ProNet. Предлагаем вам в очередной раз совершить увлекательное путешествие в мир технологий, гаджетов и концептов. И вот о чём пойдёт речь в ближайшие пять минут. Возможное восстание машин. Специалисты рассказывают о новом вирусе, поражающем технику. Музыка жеста. Новый взгляд на профессию дирижёра. Термин «интернет вещей», который стал в последнее время очень популярен, на самом деле чаще всего означает наличие в том или ином устройстве предустановленной операционной системы Linux. Многие из смарт-девайсов, умеющие выходить в интернет по Wi-Fi и даже сами Wi-Fi роутеры, управляются именно таким софтом. Всё бы ничего, но исследователи компании Symantec объявили об обнаружении вируса, который подтверждает возможность проведения хакерских атак на эти устройства. Называется компьютерный червь Linux Darlos, и он, похоже, был создан специально для того, чтобы инфицировать версии Linux, работающие на роутерах, ТВ-приставках, камерах наблюдения и даже на системах промышленного контроля. В своём блоге исследователь Кауру Хаяши рассказывает о том, что вирус в основном поражает версии Linux, действующие на чипах Intel. Но уже появились версии для процессоров ARM, PowerPC и MIPS. Действует вредонос благодаря старой уязвимости, которая при настройке интернет-соединения использует простые пароли, вроде слов admin или последовательного набора цифр. После того, как вирус попадает в устройство, он прерывает интернет-соединение и попутно может удалить большое количество нужных файлов. Распространяется червь, генерируя случайные IP-адреса. Если один из них оказывается в зоне доступа, процесс начинается заново, но уже на новом устройстве. Пока вспышек активной деятельности этого вируса замечено не было. Но нетрудно представить последствия проникновения инфекции в камеру наблюдения или, скажем, электронные смарт-замки, которые становятся все более популярными. Повод волноваться есть. По похожему сценарию действовал вирус Stuxnet, якобы разработанный ЦРУ и израильской разведкой. Вредоносный код проник в системы контроля ядерно-исследовательского комплекса в Иране и заставил вращаться центрифугу быстрее безопасного предела, в результате чего она взорвалась. Приборы в это время не зафиксировали никаких аномалий. Исследователи опасались, что появятся злоумышленники, которые захотят поставить принцип работы Stuxnet себе на службу. Если в данном случае все, кажется, обошлось, то Linux Darlos вполне способен доставить массу волнений. Во-первых, потому что обычные пользователи, вероятно, никогда не узнают о том, что устройство заражено. И даже если этот факт обнаружится, вряд ли производители станут утруждать себя латанием дыр. А многие из девайсов уже просто стары настолько, что не поддержат работу с новыми прошивками. Есть ли повод переживать? Возможно. Субтитры создавал DimaTorzok Причем звук может синхронизироваться с визуальными эффектами на экране ноутбука или настольного компьютера. Для того, чтобы заставить музыку звучать так, как вам хочется, понадобится три основных компонента. Приложение, специальный чехол для телефона и облачная служба. Разберем все по порядку. Приложение AUUG, загруженное на ваш мобильный, позволяет изменять звуковые параметры, такие как модуляция тон или изменение октавы. Эта программа не создает собственных звуков, а всего лишь передает сигнал в другие приложения и внешние устройства. Экран управления содержит восемь кнопок, нажатие на которые вместе с движениями рук позволяет создавать музыку. Вторая деталь как раз и помогает жестикулировать, фактически не держа iPhone или iPod Touch. Устройство состоит из алюминиевой рамки и эластичного ремешка. И сам облачный сервис, позволяющий делиться настройками, загружать готовые наборы установок и общаться на форуме. В целом идея создания музыки таким способом напоминает классический электромузыкальный инструмент TerminVox, причем на новом этапе развития. Пока систему можно испытывать на iPhone 4S и более поздних моделях, а также iPod Touch пятого поколения. Android-устройства на данный момент не поддерживаются. На сегодня все. Вы смотрели программу ProNet. Все наши выпуски ищите также на сайте канала 24KZ и оставайтесь онлайн.